всем здравствуйте присоединяюсь к коллегам и хотела бы поделиться своим опытом как удерживать внимание студентов на вебинарах первой неделе это было делать очень легко потому что это был новый опыт вау-эффект так сказать обеим сторонам процесса было очень интересно поэтому ничего особенно делать не приходилось вот на второй неделе стало сложнее делюсь тем что у меня сейчас есть в первую очередь необходимо принять и простить что тайминг вебинара никак не совпадает с традиционной парой и не важно что вы выбрали формат перевернутого класса лекцию или семинар так или иначе вы успеете меньше чем запланировали из-за этого может возникнуть легкая паника и желание все-таки впихнуть все что планировалось вы начнете очень быстро говорить очень сжато давать материал и это не приведет ни к чему хорошим поэтому даже если вы выбрали классический формат лекции до полтора часа два раза по 45 минут то рекомендуется сделать перерыв не меньше 10 минут потому что в вебинаре сосредоточиться и фокусировать свое внимание гораздо сложнее чем когда вы сидите в аудитории вокруг вас ваш одногруппники и эмоциональный преподаватель а начинать вебинар лучше сразу с активности так вы сразу вовлекаете студентов это может быть опрос по при рейдинг у если вы используете формат перевернутого класса или это может быть актуализация пройденного материала это также может быть опрос личного мнения позиции по теме студенты достаточно любят этот формат они готовы высказываться а надо сказать что магистранты как правило предпочитают письменную форму 1 2 курс бакалавриата уста или это может быть юмористический опрос например у кого есть кот или кто умеет готовить манную кашу это будет весьма неожиданно для студентов и если вы сделаете это традиции то они будут вовремя приходить на ваши вебинары чтобы включиться в эту активность не переживайте что вы потеряете время от начала вы так его потеряете на организационные моменты на тех кто чуть-чуть припоздал у кого что-то не сработало у кого сразу не подключилась камера и при этом пока идут организационные моменты вы не потеряете тех студентов которые уже пришли к вам на вебинар при этом пожалуйста используйте цифровые инструменты это позволит включить каждого вашего студента и конечно же устную беседу для преподавателя 10 минут идет со скоростью света просто летит мы даже не замечаем этого а для студента в вебинаре особенно если он слушает традиционную лекцию это просто вечность а поэтому если вы хотите не потерять студентов старайтесь продумать ваш вебинар так чтобы каждые 10-12 минут была какая-либо смена деятельности это может быть прямо действительно смена деятельности когда от лекции вы переходите к групповой работе на интерактивной доске или переходите к дискуссии давая возможность студентам рассказать свое мнение или высказать позицию а или это может быть достаточно быстрый краткий опрос онлайн или уж совсем краткая форма она займет у вас буквально меньше минуты попросите студентов отреагировать на какой-то тезис например согласие несогласие во многих вебинарных платформах есть такие стикеры и значки которым студенты могут очень быстро высказать свое мнение рано или поздно на любом вебинаре возникает этот момент кому-то студентов у кого включена камера а может быть даже и к вам подойдет код и вот в этот момент нужно опять же принять что конкурировать с котом вы не сможете даже при самой интересной подачи материала просто не сможете поэтому лучший вариант данном случае обрадоваться коту и объявить кота паузу спросить у кого еще есть домашние животные не обязательно коты и дать ребятам возможность поделиться этими животными как правило все сразу же включают видео показывает своих домашних питомцев радуются и достаточно легко потом минутки через три вы возвращаете ребятка к той теме о которой говорили и это будет таким небольшим перерывом называют это кота паузой надо сказать что от кота паузы всегда очень логично переходить коту в качестве примера а кот это идеальный пример на нем можно рассмотреть любую тематику так ваш переход получится плавным юмористическим и вы достаточно плавненько выведите студентов от перерывчика который получился до к той тематики который вы хотели бы поговорить еще один важный момент а который появляется в вебинаре это чат и глаз преподавателя всегда должен быть в чате если вашего глаза там не будет то в чате возникает своя параллельная реальность в котором студентам гораздо интереснее чем с вами на лекции и если студенты это прямо почувствует то они будут приходить на ваш вебинар чтобы посидеть чате это тоже хороший момент пришествия в ваши вебинары подключения но не то чтобы нам хотелось если вы будете каким-то образом реагировать на то что происходит чате желательно не в эмоциональном плане что прекратите прекращаете давайте вернемся к теме с небольшими комментариями того что происходит и попытаться вот эту тему которую них сейчас затронута в чате каким-то образом привести кто о чем вы говорите а тогда во первых ребята будут чувствовать что вам не все равно что вы не оторваны от них что вы действительно с ними вы рядом они будут проще вовлекаться на какие-то другие активности и вы их таким образом тоже не потеряете запрещать чаты не стоит я знаю что в вебинарах есть такие настройки запрещать личные или общие чата не нужно потому что для ребят пребывание на паре это не только получение навыков и знаний это еще и процесс социализации который не менее важен чем ваше занятие вы действительно не сможете противостоять социализации и не нужно этого делать наоборот в ней нужно максимально участвовать так сказать в возглавить и это можно делать с помощью инструмента аватарки изначально студенты как правило подключались с видеосвязью в первой неделе сейчас они практически все перестали это делать что магистранты что студенты первого курса они в том числе и переживают из-за того что преподаватели часто стали выкладывать скрины в общий доступ вдохновленные этим новым форматом и таким образом студенты хотели бы сохранить свою приватность того где они находятся в чем они одеты как они выглядят на данный момент в общем все реже и реже студенты начинают включать камеру тем не менее у нас появляется новые коммуникативный фрагмент это аватарка аватарку можно использовать для того чтобы связать как-то с нашей тематикой например за три дня вы говорите ребятам у нас тема такая-то и задача подключиться с той аватаркой который бы соответствовал теме есть такой знаете момент как будто карнавал и все наряжаются для вас это гарантия того что студенты подключиться и они захотят увидеть аватарки друг друга для студентов это опять же способ самовыражения социализации и в том числе они же должны будут подумать о теме в любом случае чтобы к ней подобрать имейте ввиду что первые три минуты в таком случае или пять минут у вас идут на просмотр аватарок друг друга обязательно отметьте какую-нибудь прокомментируйте так ребята тоже будут чувствовать ваше участие в этом процессе и еще один вопрос который стоит для преподавателя да это записывать или не записывать вебинар с одной стороны записывать вебинар достаточно удобно потому что студенты которые не смогли быть на вашей лекции или на вашим занятия не потом смогут познакомиться с этим материалом с другой стороны если вы заранее анонсируете что вы не будете записывать вебинары вы создаете уникальные события о некий уникальный момент, который если человек не пришел, не вошел, не поучаствовал, он что-то упустил вот в данный момент. И надо сказать, что это достаточно хорошо работает, ведь те шутки, которые были сказаны на вебинаре, да, те диалоги, те какие-то интересные моменты, в том числе и вот этих самых чатах параллельной реальности, они потом становятся основой для дальнейшей социализации ребят, инфоповодами и не был на вебинаре, не понял шутку. Поэтому если вебинар у вас не заменяет основную часть материала, которую можно дать любыми другими способами, а именно активность, то возможно имеет смысл делать его незаписываемым. Также если у вас вебинар это дискуссия, то ребята чувствуют больше безопасность, вы создаете такое комфортное пространство для диалога, если они знают, что вебинар не записывается. На этом у меня пока все. Я желаю всем волшебных вебинаров с вовлеченными студентами. Те, кто еще ни разу не пробовал, рекомендую попробовать. Студенты очень любят это дело. Вот. Всем котиков! Темп —